Георгиевская лента это символ героической истории российского народа, российской страны. Это все наши национальности, все наши многонациональные республики. Это и Кавказ, и Центральная Россия, и Дальний Восток. Это все, кто сегодня под эгидой Георгиевской ленточки и в самой ленточке видят символ крепости, стойкости и, конечно, независимости Российской Федерации. Важно, что мы не хотим ни с кем воевать, мы не хотим ни с кем конфликтовать. Просто это из поколения в поколение передается как символ победы над теми, кто решил обидеть Россию. Поэтому, мне кажется, все очень просто, и мы все это получили от наших ветеранов, и у нас на медалях, на орденах в качестве символов используется Георгиевская лента. А мы, как общество, считаем, что это символ непобедимости российского народа, нашей великой страны и уверенность в завтрашнем дне, которую нам обеспечивают наши традиции, наши вооруженные силы, ну и, конечно, наша подрастающая молодежь, которая тоже должна быть хранителями и серьезными защитниками нашего Отечества. Игорь Михайлович, еще один важный вопрос. В преддверии 9 мая ремонт воинских захоронений. Какие поручения были даны? Это внимательно пренетеризировать дополнительные воинские захоронения, которые сегодня у нас находятся в реестре и плюсом ускорятся к 80-летию победы. Мы готовы выделить дополнительные средства. Это совместная работа Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Кроме того, у нас есть мемориальные места, где мы храним память о погибшем гражданскому населению во время Великой Отечественной войны. Это яркий пример. Пеновский район, Ксты, населенный пункт, где у нас стоит большой мемориал, монумент. Там было сожжено несколько деревень и погибло мирное население. И вот такие мемориалы тоже должны быть все приведены не просто в порядок, они должны быть приведены в места, подготовленные как места общественного посещения. Это как места нашей памяти, это должны знать наши дети, взрослые населения, даже гости нашей страны, те, кто к нам приезжает, все равно туризм сохранился. Ездят из дружеских стран к нам, приезжают люди. Поэтому мы считаем, что память о нацизме, о том, что может сделать нацизм, если его вовремя не обуздать, как раз и нам вот эти памятники, мемориалы будут напоминать на протяжении еще многих-многих лет. И я уверен, что в том числе и поддержка Бывого духа, и наш вклад в специальную военную операцию, это тоже в хорошем, достойном состоянии памятники о наших героях Великой Отечественной войны. Илья Михайлович, сегодня рассматривался вопрос о внесении изменений в бюджет текущего года и ближайшие два года еще, тоже рассматривались. Скажите, пожалуйста, вообще с чем связана эта законодательная инициатива? Изменения в бюджет, дополнения на 23-й плановый период, 24-25 год, это наша работа. В части получения дополнительных доходов мы привлекали налогоплательщиков для увеличения доходной части. Также это доп. доходы нашего дорожного фонда, которые были получены благодаря поддержке федерального правительства. Ну и, конечно, основная задача это дофинансировать и успешно завершить и запустить в работу объекты социальной инфраструктуры, которые у нас запланированы в текущем году. Это надо окончательно финальные расчеты произвести. Это четыре детские поликлиники, которые у нас есть. Это две школы, один детский сад, это еще одна школа в Конаковском районе. Это дополнительные средства на дорожную инфраструктуру дороги, которые делаются. Это медицинская стройка, это наша областная больница, больница Балагоя, Осташков, роддом в Ржеве. Это дополнительно ФАПы и врачебная амбулатория на территории нашего региона. Конечно же, это и вопрос нашей социальной работы, это детский дом в Калязине, ручье, потому что там все-таки маленькие детки, которые требуют дополнительного ухода. И мы хотели бы им создать максимально хорошие условия, чтобы детки с ограниченными возможностями, там они от полгода у нас, такой возрастной ценз, чтобы у них было такое хорошее, интересное пространство, где они будут жить и расти и получать образование. Также это объекты спортивной инфраструктуры. Мы сегодня дополнили, включая центральным стадионом города Твери, потому что объект стоит достаточно давно. Понимаем, что уже есть повышенный спрос на использование этого объекта. Это стадион-текстильщик, который должен быть оснащен дополнительными инженерными объектами. И наш стадион в городе Твери, где тренируется футбольный клуб Твери, это стадион юности. Игорь Михайлович, несколько вопросов были посвящены туризму, да? Что планируется сделать в этом направлении? Дополнительное развитие должно получить оборудование пляжей, оборудование инфраструктуры, торговые точки, гостиницы, рестораны, особенно в местах, где есть большой туристический поток. Могу сказать, что одной из частей этой работы стало принятие генплана города Калязин, где было формализовано все, в том числе и пожелания предприятий, которые там развиваются, музеев. Наверное, надо отметить, что по туризму сегодня мы имеем дополнительный, очень большой спрос на услуги туризма. И надо сказать, что уже еще не начались майские праздники, уже практически свободных мест в тверских гостиницах, в базах отдыха, в загородных таких объектах уже практически не осталось. И сегодня мы хотим, чтобы развивались новые объекты, новые строились гостиницы. Сейчас есть еще несколько заявок, мы в ближайшее время их рассмотрим на строительство четырехзвездных гостиниц на территории Тверской области. И, конечно, сегодня, наверное, вот эти санкции, которые нам объявили западные страны и в части туризма, нам помогут привести и модернизировать свое, привести в хорошее состояние, в нормативное состояние нашу инфраструктуру. И, конечно, сделать хорошие, конкурентные объекты туризма. То есть мы сейчас имеем дополнительные возможности, потому что люди хотели бы отдыхать в Центральной России. Я думаю, такую возможность мы им предоставим.